Спасибо за приглашение. Я надеюсь, что это будет интересным. Хочу сказать, что люди, которые начали говорить о программе «Скрыт», который называют. Хочу сказать чуть о истории нашего учебства вместе с российскими каверами. Конечно, о воспроизводительности и партнерах и о вибрации санкт-петербургах. Когда смотрели 20 лет более пару лет назад, проблема с сухом была чем-то новым для наших коллег. Когда была первая имплантация в Польше, была она в 1992 году, это был такой шок для наших друзей. Все понимали о хорошо, будет такой имплант, кто занимается? Мы занимались реконструкцией среднего уха, но заведующие категории думали так. Ну, есть эрмонология, есть онкология, есть отология. Это одна из этих частей. Один год позже собралась команда, которая была только для отологии. Это был сбор специалистов у нас в Варшаве, который учился и хотел заниматься только подограммами слуха. Потому что это серьезная проблема была, и надо было построить путь пациента от диагностики, через лечение, наобитации. Как и показалось, сначала это было 50 пациентов в неделю, потом 100 пациентов. Начали строить международные цвет слуха и речи под Варшавой и все думали, а почему это развиваться? 30 кроме этого под Варшавой, если кто там будет ездить, кто там будет ходить, лечиться. В последних нескольких лет оказалось, что это не было 100 пациентов в неделю, только было 200 консультаций в день. Сегодня, сегодня выбывали более 70 операций ежедневно, около 300 тысяч консультаций ежегодно в центре и в филиалах Польши. В этих временах тоже было хорошее сотрудничество с разными центрах в России. Профессор Борис Харжиевский было первой имплантаций в Санкт-Петербурге, это было в 1926 году с нуклоусом, с кохларом. А в этом году в Санкт-Петербурге была первая имплантация Медела. И то, что потом еще профессор Харжиевский был операций в Москве. Насше сотрудничество было такое, что это была разная симпозия, практики, а ведь опыта, особенно с двумя центром, и администра профессора Таварки-Лаза в старой улице, профессора Янова. В 2008 году была первая польско-расийская, в которой была пресская конференция в Варшаве, где могли облинить опять специалисты из России, из Варшавы, а ведь профессора Таварки-Лаза с нашими друзьям на все времена. В нашем центре много таких друзей. Надеюсь, что будут следующие тоже из вашей страны. То, что самое важное, что показывает, какие хорошие контакты и желания, то, когда мы провели в Варшаве Медведев, в Польше первая дама была в нашем центре вместе с первой дамой Польши, чтобы посмотреть, какие программы, что между нашими странами есть возможность вместе что-то сделать. Что эта часть мира является админиром в лечении разных заболеваний слуха, а количество и результаты совсем больше, например, чем для США. В 1990 году мы открыли логический слуха по тому количеству пациентов, новых технологий, разных устройств, которые мы имплантируемые, так большие, что надо было открыть совсем большие цепи, это наш пример, и из заболевания, чтобы в одном центре, который, например, здесь занимается телемедициной тоже, был лучший и лучший уровень работы с пациентом. Это лабораториум высокой кости, где тоже много коллегов из России было термовано знаний, врачи в таком степи ВУХа. Теперь это услуги. Какие программы для него скринга и диагностики? Общая программа скринга на образцовательных существует у нас от 1998 года. Почти 97% ребенка входили в эту программу, выполняем акустическую эмиссию, но в некоторых полициях теперь начинается сдевать автоматически, а в КСВП это, если выдеваем это до 3-го дня жизни, это в больнице, где можно это сдевать, никаких проблем это не сдевает зло. Когда эксклюзивный результат, это положительный, тогда ребенок не хочет куда-нибудь дальше контроль. То, что хочу сказать теперь, в этой части презентации, то это общий нормальный стандарт, который ты переднимаешь, но не можно забыть о том, что будет больше. Тогда много лет работали не только на скринги на образцовательных, тоже на скринги на школьных. Потом много подопротивовцев среднем уровне, с опытами, с кондуктивной туговостью, развиваются у ребенков. И когда была польская президентская в Евросоюзе, мы поставили такую, сделали консенсус, это был один из приоритетов, общая медицина, чтобы сравнить эдукативные шансы для всех ребенков. Зачем они начинают свою школу и путь? Тогда выполняли много разных скринговых обследований, которые покажу, и в официальном журнале Депросоюза, оказал консенсус, который был подписан представителям со всех стран Депросоюза, что это надо делать, это должно быть между четвертым асимовым годом жизни, так, чтобы тогда что случится в течение между раздельным асимовым годом, чтобы сравнить шансы, чтобы потом не было проблемов с социалькой в школе, чтобы ребенки не жили с между собой, чтобы было хорошим контактам. Не буду показывать всех статистик, но есть очень много статистик показывает, что когда есть проблемы со слухом, то есть хуже оценки, психологические проблемы, разные другие проблемы, которые не дают ребенку нормальный шанс на развитие. Много разных программ, 500 тысяч детей делали в последних годах и ежегодно делали такого неизводного программа в ситonах Лоши. Какие... ��. Счем это делать? Как это сделать? Сделаем нормальные они, они умерты, что такие вот, это могут смотреть, более дешевые, быстрые и простые. Чтобы сделать, чтобы сделать между студентами, чтобы сделать, чтобы сделать, чтобы сделать, это сделать. Не должно сделать, чтобы сделать специалисты. Когда делаем такую программу, в один день уже приходится на 1000 до 2000 результатов, тогда это должен быть хорошая система, чтобы собрать эту информацию и отрицать, например, директору школы, поэтому очень важно есть безопасные данные, чтобы другие люди не знали, что это за этим, или пятка может быть плохой, и за этим. Тогда я сделаю скрининг, они получают специальный код, информация ведет к нашему системе, которая сразу может разделить на положительные и неположительные результаты, когда надо подумать, специалисты могут просматриваться на эти результаты и дают информацию для директора школы, которая встречает с родителями и говорит им, что надо обойти за программой специалистов. Первая программа, которую мы сделали в 20-27 году, показала, что есть более чем 20% провожительных результатов. Мы делаем такую программу только в месяцах, когда нормальные условия, например, конец мая, июнь, может быть апрель, когда зимой, результаты были нормальные, лучше, чем должны быть. Около 15-14% позитивных результатов. Это очень много. Это не значит, что сразу надо отделать операцию, каковую терапию. Это может быть, например, какие-то осложнения маслеотита, но про лидеры нужно знать, что у них есть какая-то проблема, и, например, надо ходить, если у нас есть специалисты, чтобы посмотреть, есть какая-то проблема, это развивается, или это ситуация без требования хирурга. В Киргистане было очень много. В Киргистане были очень много. В нашей опыре реалии результатов были на уровне 15% и до того же таких программ. Р plotечные программы проверялись с фу, проверялись с розумом, и на актемент « вообще, если нет слуха». В Мордовии на такой программе было в месяце 20-27 году. результаты были около 14%. В Грумонии, в месте с центром в докторе Мадель в Горгеску 14%. В Грумонии, в месте с центром в городе 21% схемы в 8 лет и 18% в 12-13%. В ни одной стране вторая так не была это уже не ошибка, тогда все результаты индивидуальны. То, что в первый раз не значит, что это всегда повторяется. Например, делали скрининги на Украине, и очень много родителей не соглашали, не согласовывали, чтобы такие скрининги сделать. Хотели, чтобы сделать скрининг одним принятком, о котором была проблема. и положительные результаты были у 70% ребенков. Тогда не включили этого результата в презентацию. Конечно, такие результаты не должны быть, но проблема, если не хотели соглашать. В Казах по тем, в Польше это тоже была проблема. Когда мы посмотрели на скрининг оборудование, 20 лет назад, то, что какая-то проблема с слушанием не может быть. И не хотели говорить о слушании. В Казах по тем, что это проблема, которая сама ситуация с этим со школьниками. Чем больших городов, тем меньше количества реакции, самостоятельно в Украине. То, что проекты краснодарские в нашем году 17%. В раздельном ухе в ЦИПе знают, как мы это лечить. То есть может быть дополнительный имплант, самое важное, чтобы коронная имплантация была выполнена до второго скорого года жизни. И так далее. Размиссия лечи с такой. И еще 4-5 идет в Дурману в школу. Дурману Берваиц. И так далее есть нормальная диагностика. И так далее очень быстро такую диагностику занимать, чтобы не оборудовать. И так далее есть правильная засухотная края, что нет низкорной уходы. Есть частичная ухода. Это совсем другая ситуация. Очень точно и максимально смотреть на развитие лечи 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 патри очень быстро в течение 2–3 лет жизни. Другие лечи 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 То есть тогда не будем уточнять, какая-то вирус электрода может быть, то есть особенность для специалистов. Очень важная такая ситуация, что никто не хотел таких детей и возрослых тоже оперировать, потому что они чуть-чуть понимали речь. Но понимание речи в тестах, например, на сложных тестах был результат понимания речи на уровне 15%. Тогда они знали, что наши программы, которые говорили, не были встали понимать. Тогда можно сделать скоконарную имплотацию с электродом 20 мм и на низких частях есть нормальный стук, а на высоких частях есть скоконарный стук. Первая такая операция на взрослых пациентов была в 2002 году, а у ребенка в 2004 году. Это очень большая группа, когда вмешаем, делаем длинную электроду и вмешаем слуховый аппарат на низких частотах, чтобы усылить слух в низких частотах. А нормальную акустические возможности, а на высоких частотах делаем нормальную имплантацию. И так, та группа очень большая и очень эффективная возможность понимания речи в тише до 100%. Такая уха. Тут тоже не полная ухота, но не то, что нет возможностей. Пациенты не хотят получать слуха на высоких аппаратах. Очень важно, чтобы сохранить структуру внутреннего уха. Не знаем, что будет через 20 лет. Может быть такая ситуация, что будут новые системы, новые импланты, может быть какая-то генетическая энергия. Тогда, когда думаем о ребенка, мы хотим, неизвестно, кили электроды, чтобы сохранить структуру внутреннего уха. Электроды, которые, этой модерной электроды, занимают то, что осень тяжело потом ее отрабатывать. Потому что потом можно не сохранить структуру внутреннего уха. Поэтому должны быть флексибельные электроды и адвансации до 30 мм. Это очень важно для струк хирургических. Это очень важно для структуру внутреннего уха. Это были первые импланты делали. Все делали импланты через круговую ногу. Потом, чтобы была лучшая хирургия, легшая и быстрейшая, тоже безопасность связанная с дезодонердом, пошло такое направление, чтобы делать как просто. Теперь, от многих лет мы возвращались, чтобы сделать это лучше в круглое окно, потому, чтобы сохранить эту структуру. Тогда есть возможность лучше, чтобы удалить как-то правильный имплант потом. В общем, у нас есть структуру внутренних имплантами. В 2015 году назад биометр импланты, это было 1,3 мм. Цепьер. Импланты с лучонки до 0,4 мм. Они меньше. Но хирургия не такая простая, потому они очень гибкие. Когда есть такая электрода меньше, чем 1 мм, надо быть очень осторожным в течение операции. То есть такой большой имплант, надо очень деликатную операцию делать так, чтобы сахарить структуру, а сахарить тоже электродную. Очень важно, чтобы думать на то, что будет в будущем. И чтобы была возможность в течение операции, чтобы не начать операцию с пациентом на комбитерной томографии, чтобы узнать клиента в таких проблемах с дискомтервом. И то, что никогда есть, например, с круглого акта, с взглядом до низших круглого акта, может сделать смешанную для ступ, через заднюю температуру, через внешний сухой берегу. Тогда хирургическая техника теперь дает возможность чтобы было безопасное вздевание такой операции. Теперь пошли сильные электроды. Много лет назад была одна-две электроды. У нас есть, например, из медалов и стандарта, электрод N и вся сильная флексибильных электродов, с кохларов, диван, электроды, электроды эсерны. Такие электроды, которые есть возможность выделить через круглого акта. Когда посмотрим на сохранение сухой, мы увидим, что внедрение электроды позволяет нам сохранить суху, без никаких проблем. Тогда не надо бояться этого делать. То, что в Петербурге такие операции профессор Кузовко сделает, то, что в Москве такие операции были сделаны, тогда спокойно можно сделать это у ребенков, а у которых были слуховые аппараты, нет развития речи, и чтобы они развивали себя нормальные, и чтобы речь была у них нормальная. То, что есть новая электрода компании «Адванс Бионик», в первых сетях пациентов мы сделали результаты не такие хорошие, как, например, с Медером, с электродами «Кимат Рейс». Что есть важное? Когда посмотрим на долгосрочные результаты с дипломатами компании «Адванс Бионик», очень важный период до шестого месяца, до первого года. Потому, это есть односторонные слова в ТИШЕ, когда развивается речь. Когда вы увидите, в этой ассоциации, это группа «ЭЦ», понимание речи было на уровне 30-30%. Когда есть хорошая нормальная реабилитация в последние шести месяцев первого года, средний результат понимания речи есть на уровне более чем 80%. И он есть на таком уровне нестабильный. Но, когда посмотрим в громкости, на уровне, шум на уровне 65 дБ, тоже такая самая ситуация до шестого месяца. Потом, когда ребенок или просто приходят на реабилитацию, ежегодно улучшаются результаты вверх. Это значит, что надо работать почти всю жизнь с таким пациентом, чтобы он был достигнут с самым высоким уровнем понимания речи, как и возможно. Очень важно, чтобы пациент не приходил на реабилитацию таким старшим. Много лет назад, когда не было с филиалой из центров, пациенты приезжали, например, после действующих поездок, в машине, особенно ребенки, и не хотели с нами работать. Фактации первой из всех многого количества центров медицинских в Польше, а не в воде света на Украине, где пациенты могут проходить нормальную реабилитацию. Что это значит? Все эти множители, которые могут происходить, не надо ехать, например, 400-500 км. Но в конце, может быть, это не так важно, как в России, где очень далеко например, из Бады Востока, в Москве. Но потом, такой ребенок должен проходить еж 3 недели, еж 2 месяца. Это все зависит, какая программа на него дадим. И это все может происходить не дальше, чем 150 км. 20 км. Следующий шаг это домашняя клиника реабилитации. Я думаю, что через несколько лет такая, 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 таки этапа збожностей будут для большого количества пациентов. Настойка имплантов тоже может происходить в таких филиалах и только бы занимаем такую настойку после 2 месяца. Сначала preferим, чтобы пациент приезжал у нас в центр, а потом, чтобы происходить в филиалных центрах. Теперь есть возможность специалистам может сидеть и видеть, например, пять центров и сделать координацию такой реабилитации. То значит, что, например, происходит программа реабилитации пациента, который может смотреть на то, как происходит такая программа в разных центрах. Когда он видит ошибки, он более опытный, специалисты в центрах, может, например, рассказать, а снимается это или это. Это тоже следующий шаг, чтобы такую программу сделать дома. в центрах в центрах костного костной проводимости. что тогда у нас есть кондуктивной, а другое, что тогда у нас когда у нас есть кондуктивная, другое, что тогда у нас чтобы не было такого проблемы в центрах из имплантов до Бомбриж. Что проблема? Он очень большой на сегодняшний день. Надеюсь, что будущее будет меньше, тогда не даем такой импланты пациентов более чем 18 лет на сегодняшний день. и когда есть кондуктивная и смешная дуговость 45 дБ. Я думаю, другая, делаем небольшой разрыв, операция длится полчаса, делаем отверстие, очень часто надо делать такой шаблон. Проблема в том, что он глубокий на 8,3 мм, не в всех высоких костях есть возможность чтобы такое устройство положить. Тогда очень важно чтобы начать операцию сделать очень точную диагностику на компьютерной томографии. Потом делаем специальные винты, чтобы такая операция была пнутой кости, а за ухом когда есть процессы все процессы на выставки маленькие процессы 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 это очень много пациенток в микросхве адресе и это первая группа которую мы взяли на март это было 10 пациентов у которых не было такой похоже до максимальной скорой операции декабров мы должны знать что когда есть двустронная проблема претеррирует сделать ухом на ухом рука лучше например как в правом для работы чтобы было лучше если не она очень важная эта областная домография мы не хотим внедряться этого устройства на мозговую обложку когда смотрится литературу в которой центры хотят положить это на мозговую обложку результаты послуг хорошие но на наш цель когда есть достаточно большое количество костей можно свободно положить это в кости имплант должен быть в кости может быть пространство 1,2 мм под магнитом чтобы была свободна это отверстие оно большинство будет внешнее и потом внутреннее на части импланты свободно было подхожей надо посмотреть чтобы винты были до тридцации 1,2 мм с сохранением заслуг по костной проводимости потому что резерв можно закрыть без проблемов ограничение костной на низких частотах на низких частотах результат на высоких тогда на низких частотах можно улучшить 300 на высоких без проблем и это зависит от пациента Следующий час на вибрации вибрации как вибрации в ухе это значительная в нашем центре делаем реконструкцию внешнего сухого первого плана но когда видим что есть возможность чтобы не было второе третье четвертое операции теперь когда у ребенка есть нормальное барабанное повоз существуют нормальные суховые касточки лучше импланты вне уха и на первое сническую ушную раковину чем висок сухово 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 апарат когда сухово на всех частотах дает хорошую стимуляцию когда на низких частотах есть хорошая слуха на высоких сухово с одной стороны дает утренение на низких частотах дает эффект окрузии на низких частотах это звук ненатуральный тогда чаще всего сходить на импланты среднего уха конечно это стоит в зенке и так далее для всех для возможности чтобы это сделать но результаты очень хорошие импланты сандрыч самое чаще можно поможить на лаковании это классическая ситуация в пастельниках это очень большой рост где можно говорить на среднем на грубое огне а вместо модификации первый сделал на грубом огне только он стимулацию делал через фасцию и сначала после операции стимулация была более эффективной после нескольких лет эта фасция не была такая эластическая флексибельная тогда мы начали один год позже накладывать этот имплант без никакой фасции и результаты дугозрочные очень хорошие тогда не надо сделать платовые операции потому что это фасция тогда 2-4 раза операции потому что админация может на медицинский резонанс это очень важно если пациент знает что и иногда есть фмт на грубом огне и надо делать репозицию а последнее потому что дети можем делать это с разными каплерами такие протезки где можно это фмт на клубом огне можно на стрель и так очень большие возможности стимулации внутреннего уха и результаты очень хорошие когда мы сделали такую работу посмотрели на пациентов на супер стремешка на подножке на кругом огне 62 пациентов с 7-го года жизни до 70-го года жизни мы увидели что лучшая стимулация была на стремешку это результаты передооперационные где как видите большой нагруз особый низкий частот смотрели на осложнения которые были резервированы операции для изменения позиции фрт смотрели на сохранение уха это значит когда когда есть красная праведливость и масштабы связанные не с усилением воздушной праведливости до космической праведливости это сохранение было очень хорошее и когда посмотрели на результаты на страничку было лучшее закрытие резервы так как сказали на низких частотах не можно иногда до полного закрытия но эти pacиенты такие возможности особенности в регионках в которых например выраженные проблемы со средним ухом нет внешнего сухого перехода и импланты в ухе дают очень хорошие результаты такой операции здесь функциональный эффект такой операции на высоких частотах может зависимость от пациента средние результаты более чем 40 у некоторых пациентов было и до 60 дециберов на низких частотах такие возможности не такие хорошие когда посмотрите на понимание речи в тише и громкости это результаты очень разные когда вы видите в тише результат меньше чем 10% потом после операции 80 90 процентов понимания речи большое спасибо за внимание спасибо 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 и я бы хотел отметить что мы всегда в наших презентациях доставим доставим значок член хей ринг это международная организация была основана ведущими центрами слуховой инфлантации и вот представляет как раз ну один из первых центров который был инициатором создания организации и можно сказать что они пригласили нас и мы вслед за ними тоже членами этой всеверной ассоциации которая работает над тем чтобы улучшить стандарты информационных технологий улучшить качество помощи пациентам с проблемами со слухом и гордимся таким сотрудничеством то что мы работаем на таком же высоком уровне как и мировой центр слуха я бы хотел так более уже перейти с теории практики в дополнение к тому что сказал профессор Скожинский то есть поговорить об имплантах среднего уха именно и хотел бы поделиться нашим опытом применения у пациента после радикальной операции ухо и для того чтобы была понятна разница я бы хотел показать на левой картинке у нас вскрытое ухо на просто таки вскрыли наружу проход и между ними перегородочек это задняя стенка наружеского прохода вот все что делается с сохранением задней стенки наружеского прохода то есть это не приводит к каким-то фатальным последствиям а если оно убирается мы получаем полость после операции которая должна очищаться в которой бывает достаточно много сложностей то есть они ухо ухо скапливается эпидермис образуются горки то есть они достаточно мучительно переносятся пациентами и сам классический подход к установке в принципе одинаково для кохлярной имплантации для установки классический так называемый хирургический подход который заключается в заложном разрезе вскрытие цицитного отростка то что показывал профессор Стержинский и сохранение задней стеночки дорожного прохода и наложение тимпанатомии то есть пути ведущего из цицитного отростка в полость среднего уха когда мы имеем полость пострадикальной литерации тактика она значительно меняется то есть мы зачастую имеем дело с тем что у нас нет задней стенки международного прохода это свой нерв чтобы ориентироваться к окно улитки овальное окно ухо где было когда стреляно то есть часто не сохраняется суперструктура стрельни иногда хирурги отделяют слуховую трубу чтобы ухо не мокло и больше ничего сделать нельзя и в таких случаях функциональные результаты типоропластики которые проводятся с титанными протезами ну с любого вида протезами они имеют достаточно плохие функциональные результаты то есть добиться их практически невозможно нормальных результатов и здесь на помощь нам приходят как раз вот эти новые наши имплантационные технологии и дальше я покажу как это выглядит то есть когда находится катушка FNT то есть то что относится к клавиуму то в окне улитки так вот схематично и на следующем слайде покажу это еще раз да то есть вот у нас сам корпус импланта то есть проводничок вот катушечка здесь он в задней стенке обычно вот если мы используем классический путь он идет вот здесь то есть полосы со светлой матроской а когда у нас есть полоску с артикальной операцией мы имеем барабанную полость и полость со светлой матроской то есть мы вот эту кость как бы удалять то есть ее нет вот что и вызывает такие особые трудности и здесь можно ну достаточно много говорить о техниках то есть о том как это делать один или два этамба то есть сначала делать восстановление там мостовой безопасности то есть восстанавливать целостные задние стенки наружеского прохода и делать там пытаться слухоулушающую операцию уже вторым этапом или делать ее отдельный этап то есть здесь ну это повод для дискуссии все делают по-разному но я бы хотел далее представить один случай то есть я не буду дальше говорить в теоретических аспектах а представленные клинические наблюдения я думаю что это будет более интересно к нам обратился такой пациент из одного из регионов России с такой вот диаграммой то есть это костная проводимость до операции она сохранная и воздушная проводимость слева и справа ну цвета извините перепутал немножко не ругайтесь аудиологи то есть такая чистая кондуктивная уголовность то есть что здесь может помочь то есть у ребенка известно что есть две полости и слева и справа после радикальной операции то есть опции могут быть разными то есть первое попробовать сделать тимпанопластику то есть что вдруг повезет то есть 50 на 50 второе значит установить имплант костной проводимости может быть там частично имплантируемый там бах то есть ребенок 15 лет школьник подросток не очень ему это понравилось вот идея ну и я думаю что не все это принимают как бы да то есть исключение составляют дети возрожденные патологии которых есть аномалии развития наружного наружного высокого прохода вот для которых эта мера достаточно действенная и вынужденная но это был подросток вот и мы приняли решение о проведении одномоментной операции которая будет заключать в себя и устранение полости пострадикальной операции и установку имплантируемое устройство то есть выбрали мы Валера на самом причине почему мы так подумали я покажу на следующем слайде то есть левое ухо несчастного ребенка с таким дефектом ушной раковины то есть когда вот эта шпора так называемая и все ухо все что там творится видно то есть такой вот огромный эффект это его компьютерная томография ничего нет ни косточек ничего просто две полости со второй стороны справа ухо нормально выглядело обычно ну и вот такая ситуация то есть что делать в принципе не знал наверное даже я вот я делал сам эту операцию как бы да и много было говорится уже домысленно то есть доделано по ходу оперативного вмешательства сейчас я продемонстрирую интероперационное видео то есть небольшой видеофильм вот о том как устанавливался именно имплант среднего уха в этом случае был сделан такой большой разрез вот по рубцу то есть рубец был удален потом были расслоены мягкие ткани то есть отдельно кожа вот видно эту огромную полость которая покрыта корками эпидермисом пришлось все тщательно удалить до кости то есть так чтобы кость была голой во многих местах этот эпидермис врастал то есть пришлось увеличивать полость принимать все вот эти вросшие кусочки эпидермиса чтобы потом не было христа о том развитие вот уже в голову кость видно окно 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 вторично вторично оборванная перепонка затем кожа уцелела с таким дефектом вся слизистая была удалена и слуховая труба была запламирована костными фрагментами то есть полностью так чтобы исключить вентиляцию среднего уха теперь мы хорошо видим мы в заушной области было сейчас я нажму ага вот установлено катушкой ФНТ в окно улитки, то есть она не очень хорошо подходила, то есть мы пользовались как раз таким методом, про который рассказывал Петр, когда катушка касается непосредственно мембраны окно улитки, чтобы исключить потом снижение слуха за счет резорпции фасция. Провод соединительный был уложен просто в полость и это показано просто кусок фрагмента кости, который был взят из критикального слоя, там где имплант установился непосредственно, но затем я его измельчил, то есть мы получили, ну то есть запландировали все. Вот этот лоскут был сформирован из мысл шеи, подкожные клетчатки, как бы и из лоскута кожи, который лежал на нем, лоскут кожи был взят с шеи, вот, то есть это был такой, получается, лоскут на ножике, и мы видим эту кожу, сейчас она появится на ужинском проходе, вот, и дальше эту кожу я подшил, да, то есть еще все, что было рубцовое, оно было здесь иссечено, да, то есть все было подшито. Вот, и избыток этого кожного лоскута, ну тут был иссечен, да, то есть чтобы не было лишней кожи, вот так выглядело ухо на 8-е сутки, то есть лоскут даже не поменялся в цвете, да, то есть кожа начала очень быстро приживляться, это картина после снятия швов, это сутки на 12-11, и это ухо перед подключением, это через месяц небольшим мы его пригласили на подключение, где-то 35-36 дней, и вот, ребенок уже с процессором, да, то есть подключенный, вот, и все-таки неплохо выглядела. Вот диаграмма после операции, естественно, как бы костно-воздушные разрывы сохранились, здесь плохо видно, но на самом деле здесь был, ой, извиняюсь, круглую сторону блесну, разрывчик на низких частотах побольше, вот, видимо, ошибка, и разборчивость речи, ну, понятно, что открытый выбор многосложные слова, то есть практически 90% сразу после операции, да, то есть иногда мы делаем такие же вещи, вот, как я показал, и при клеарной импландации, то есть когда мы имеем полоску с вертикальной операцией, мы дальше проводим в полости электрод, вводим его в улетку, да, ну, здесь будет у нас проводник и огне в улетке катушки FMT, дальше укрываем все это хрящами, ну, не такими достаточно большими фрагментами, кладем фас, да, то есть и сохраняем эту полость, но особенностью того случая, который я поддемонстрировал, было в наличии у ребенка, у подростка, который, да, ходит в школу, общается с друзьями, большого дефекта, ну, такого уродующего дефекта, у душной раковины, вот, который мы благополучно закрыли, при этом не изменив, как говорится, состояние слуха, да, то есть как была кондуктивная другость, так она и осталась, но при этом, учитывая то, что мы установили вайбер ансамбль, да, то есть ребенок, ну, он просто, можно сказать, там, хлопал отчасти и вернулся к занятиям в школе, вот, после подключения, через месяц, достаточно успешно, и сейчас, в начале года, мы ждем его для, ну, во-первых, повторного осмотра и для решения вопроса по установке вайбер ансамбльич вилкоране, то есть на втором ухе, там, где ушная раковина дефекта не имеет, но я думаю, что раз так мы получили такой хороший результат на одном ухе, то вот такого же мы ожидаем и на втором, а вот так вот после радикальных операций выглядит полость, да, то есть когда просвечиваются вот эти выложенные хрящи над электродом, да, то есть вот так достаточно неплохо выглядит вот после хлядной имплантации, такую же технологию можно использовать и для вайбер ансамбльича. Спасибо за внимание. Ну, конечно, муха надо закрывать, было бы в случае, мы с пациентом с хроническим активом в основном делаем в моментах, и коклеарную имплантацию, и вайбер ансамбль, то есть сразу в один этап, то есть, ну, есть, естественно, ухо вне обострения, да, то есть если это хронический, ну, и средний отек, то есть в любой форме, то есть в любой полость после радикальной операции, либо мезотимбомит, то есть таких пациентов тоже достаточно, ну, не то чтобы много, но они бывают, то есть одно момент, то есть с закрытием перфорации дело, но перед этим обязательно... то есть, то можно делать в одном моменте. Прошу, спасибо. Еще какие вопросы? Большое спасибо. Теперь будет лекция в уровне Локопыткевской. Будут особенности сурдопедагогического соправления. Детей со стойкими формами кондуктивной дуговости. Уважаемые коллеги, председатели, хочу вашему вниманию предоставить сегодняшнюю презентацию и подготовить сурдопедагогического сопровождения детей со стойкими формами кондуктивной дуговости. Всем известно, что даже незначительные нарушения слуховой функции приводят, особенно в сенситивные периоды развития, приводят к нарушению формирования не только речи ребенка, но и его личности. И мы знаем, что кондуктивные нарушения возникают вследствие отклонения функционирования структурно-норожного и среднего ока. В частности, из-за причин, которые представлены на слайде, но у этой группы детей возможно самостоятельное развитие речи. Если обратить внимание на слайд, что у ребенка с кондуктивной дуговостью выражает способность услышать звучание, гудение, стук, низкий голос, низкочастотные и свинечастотные звуки. И если мы обратим внимание на эти звуки, это звуки У, О, А, М, Н, Д, В, Т. Это звуки, из которых изначально складывается гуление, когда ребенок начинает активно выражать свои эмоциональные подвиги. Это звуки, из которых складываются лепетные цепочки, которые служат потом речевой продукцией. В конце концов, это первые слова. И в результате этого нарушения у ребенка получается задержка или недоразвитие сначала до речевого развития, которое приводит к нарушению речевого развития. Слабость акустических сигналов, которые поступают в кору головного мозга, в частности в слуховой анализатор, приводит к тому, что у ребенка коробируется неправильный хрометический эталон. Он неправильно воспринимает обрез слова, оболочку слова, неправильно понимает его семантическое значение. Это ведет к тому, что, не понимая лексического значения, он его неправильно соединяет, группирует. В результате развивается лексико-грамматическое недоразвитие, что опять же приводит к общему недоразвитию речи. И поскольку речь нужна ребенку, чтобы общаться с окружающими, это также высшая психическая функция, которая с помощью нее развиваются другие внимания, мышления, память. Также с помощью речи ребенок научается контролировать взрослый человек свои эмоции. И недоразвитие, нарушение слуха приводит как раз у ребенка к развитию вторичных нарушений. Поэтому основная задача специалистов медицинского и психолог-педагогического блока это предотвращение вторичных проявлений. В реабилитации ребенка участвует из медицинского блока. Это сурголог, аллерголог, врач-генетик, педиатр, невролог. Психологический блок это получается сургопедагог, учитель-логопед, дефектолог и психолог. На начальном этапе работу начинает учитель-сургопедагог. В дальнейшем ее продолжает логопед, дефектолог и психолог. И поэтому очень важно ранее приявление, принятие мер, ранее слухопротезирование. Раннее обучение как можно раньше, после нарушения функции более ранее обучения у сургопедагога. И основное это обучение родителей. Родители должны стать активными участниками коррекционного процесса. Они должны понимать, что само по себе слухопротезирование, оно только улучшает звукопроведение. И для того, чтобы научиться общаться речью, у ребенка изначально должна сформироваться потребность общаться. То есть он должен любыми доступными для него способами, мимикой, жестами, захотеть общаться. Ребенок должен научиться анализировать звуки речи. Среди потоков должен научиться выделять именно речевые, ненужные. У него должен накопиться настолько достаточные пассивные слова, и он должен понимать тематическое значение этих слов, чтобы он мог их использовать в своем активном багаже. Также у ребенка должна сформироваться артикультурная база для формирования произносительных навыков. И в дальнейшем это грамматические навыки и правила изменения и соединения слов в предложении. У ребенка с нормальным слухом к пяти сильных годам он готов к обучению в школе и нормально развивается речь. Однако само речевое развитие в дальнейшем продолжает до 15 лет, я думаю, всю жизнь развивается. У детей с кондуктивной долгоугольностью при своевременной и правильной реабилитации аппаратами постного проведения они могут сначала заниматься у структопедагога, а в дальнейшем у зафеда. Эти дети могут получать образование в общеобразовательных учреждениях. Однако предпочтительнее, чтобы дети раннего возраста, учитывая, что у них хорошо улучшается слуховая функция, все же обучались дома. Поэтому родители имеют возможность приезжать в консультативные центры, где в результате занятий и консультаций их обучают проведению занятий с таким ребенком дома. В ходе педагогического обследования выстраивается индивидуальная программа, которая затрагивает базовые ориентиры развития ребенка как в норме, так и ребенка с особыми образовательными потребностями. Сюда входит социальное развитие, физическое, познавательное, речевое развитие и продуктивные виды деятельности. Для того, чтобы линии развития, я уже сказала, это базовые ориентиры, и в них является именно ориентиром появления и сформированность функций в антогенезе. И вот если проследить на развитии слуховой функции в антогенезе, то на данном слайде мы видим у ребенка в малинческом возрасте, что в какое время появляется. И если после слухопротезирования ребенка 5 или 6 месяцев, 5-6 месяцев, 4, а у него нет слухового сосредоточения, конечно, мы начинаем со слухового сосредоточения. И в дальнейшем мы накапливаем этот опыт. Это касается всех в мире развития. Также специалисты обучают маму, как взаимодействовать со своим ребенком, как проводить занятия, где они должны быть организованы, какой дидактический материал должен быть использован. Но опять же повторюсь, что основная цель семьи – это именно создание речевого общения и слуха речевой среды. Ребенок должен постоянно слышать, что с ним общаются. И это должно проходить непреружденно. Точно так же, как мама общается с обычно слышащим ребенком. Первый ориентир – это у нас социальное развитие. Чтобы ребенок был социализирован в обществе в дальнейшем, он сначала социальное развитие должен пройти в семье. С самого раннего возраста, конечно, социальное развитие касается режима дня. К физическому развитию, чередованию сна, питания, вода, шпания. Все это банальные вещи, но они позволяют создать именно благоприятную базу для дальнейшего обучения. Потому что если у ребенка будет хорошее настроение, а у мамы будут силы, то у них будет возможность заниматься. И от этих занятий будет польза. И эти занятия будут иметь именно качественное и национальное личностное общение. Значит, так же необходимо у ребенка формировать представление о себе, учить культурно-генетическим навыкам, навыкам обрядности, самообслуживания. И трудовое воспитание ребенок тоже должен проходить в семье. Учить к каким-то вещам, небольшим просьбам, что-то полить, вынести, помочь. Физическое развитие, оно так же необходимо и составляет базу для того, чтобы ребенок в своей познавательной деятельности был активным, чтобы ему ничего не мешало. Поэтому существует комплекс упражнений. Хорошо, если ребенок имеет возможность заниматься с врачом УФК. И так же необходимо проводить упражнения по воспитанию и стеблярного внимания. На мечом, на городке, просто на улице. Познавательное развитие включает в себя слуховое восприятие, зрительное восприятие. И на основе этих базовых вещей и сформированности познавательного развития у ребенка развивается представление об окружающем. И опять же, это составляет в дальнейшем, накапливая эту базу, предпосылкой к речевому развитию. И если в речевом развитии для детей многического возраста очень важно вызвать первые реакции, гуление, лепет, первые слова, понимание некоторых слов, то на втором-третьем годах, когда очень активно обогащается словарный запас, его нужно, конечно, привести в систему. И здесь словарный запас развивается политическим признаком, темам. мебель, предметы, гигиены, игрушки, глагольный словарь, словарь признаков. Ребенка учит выстраивать фразу, заучивать небольшие доступные стихотворения. Следует отметить, что у детей с нарушением слуховой функции также имеются речевые нарушения, которые непосредственно не связаны. Это механическая зислолия, которая возникает вследствие близкого прикрепления подвязычной связки. Это аномалии челюсти, прогнатия или проведения. Это макро-глассия или микро-глассия. Моторная аллая, которая возникает вследствие врожденной патологии речи слухового или речи фибридивного анализатора. Дезератерия, нарушение произносительной стороны речи в средстве нарушения иннервации речевого аппарата. Принололия, это расщелена губы и небо заикания. Темпа ритмическая стороны речи страдает. Также оптическая дистрофия. И сформированность анализа выбора оптических стимулов. Но наиболее частое речевое нарушение, которое встречается у детей данной группы, это дезератрия. Дезератрия, при ней нарушается именно моторная реализация речи. В чем она проявляется? Это нарушение дыхания. Дыхания не хватает до конца фразы, и дети вынуждены брать топор воздуха. У них не сформирована воздушная струя, которая необходима в дальнейшем, как она слабая и сикающая. Она необходима для формирования свистящих, шипящих звуков. Мы никогда не задумываемся, чтобы сказать звук «ссс». На самом деле нам нужно длительный ротовой выдох, выдох или звук «ш». Даже не хватает смычки, чтобы звуки были отчерпливые. Также у них происходит нарушение в артилуационной моторе. Это тонус, подвижность. Это спастические нарушения тонуса, язычной мускулатуре. Язык либо оттянут назад, либо гипотония, язык проложен между зубами. Также нарушение голоса. Голос иссякающий, он модулирован и часто моделизован. Нарушение звукопроизношения, которое нарушается часто по приступу искажения. Это межзубное произнесение, боковое произнесение, или, как я сказала, язык оттянут сзади, ома. А также нарушение просотической сторонки. Сюда входит нарушение темпа, ритма, мелодики, интонации, ударения. Поскольку с детьми раннего возраста логопедическая работа выстраивается по основным линиям развития, в дошкольном возрасте логопедическая работа выстраивается после логопедического заключения на основании речевого диагноза. И поэтому при дезортрии логопедическая работа направлена на нормализацию мышечного тонуса, общей моторики, также мелкой моторики рук. Казалось бы, какое имеет отношение общей моторики логопедки и мелкой моторики? Но есть прямая взаимосвязь. Если у ребенка нет переключения в общей моторике, если он не может прыгать, перепрыгивать, переступать, этой переключаемости нет в руках, в мелкой моторике, в дальнейшем ее нет в артикуляционной мускулатуре, в языке. Конечно, мы не занимаемся на своих занятиях целенаправленно общей моторикой, но мы используем упражнения во время динамических пауз. Значит, нормализация моторики артикуляционного аппарата. Здесь логопед использует массаж артикуляционной мускулатуры, который направлен на нормализацию как раз тонуса. Также применяется пассивная, пассивно-активная, дальнейшем активная артикуляционная гимнастика. Детям с апроксией, с моторной, рекомендовано применение метод искусственной локальной контраста термии. Это непосредственно, когда воздействуем холода и тепла, мы улучшаем чувствительность. Также мы занимаемся нормализацией филозеологического и эмоционального дыхания. Но если пострадоминальный тип дыхания у ребенка дошкольного возраста трудно сформировать, то фанационное дыхание, направленный ротовой выдох, направленную воздушную струю – это обязательно. Но и в дальнейшем, конечно, нормализация просодики. Это мелодики, интонации, ударения, чтобы речь была четкая, доступная, понятная. И в заключение хочу сказать, что в результате успешной комплексной медико-психолого-педагогической реабилитации мы улучшаем качество наших пациентов, улучшаем качество их семей, дети, имея возможность обучаться вместе со слышащими детьми, получают хорошее образование, и в дальнейшем они получают хорошую перспективную работу. Спасибо за внимание.